Продолжение следует... Верно ли то, что мы обсудили пара щитовидной железы, но еще не начали обсуждать надпочечники? Мне помнится, что было так. Но на всякий случай давайте сверимся. Мы должны были остановиться на щитовидной железе и пара щитовидных железах. Так? Очень хорошо. Соответственно, сегодня у нас, наверное, последнее занятие по эндокринной системе. Раз мы разобрались с таким количеством желез, то у нас впереди только надпочечники, поджелудок и дальше железо смешанной секреции. Поджелудочная железа и гонады. Значит, надпочечники – это вполне самостоятельные эндокринные железы, которые не происходят из почек, не происходят из клеток нервного гребня, но находятся действительно как шапочки над нашими почечками. Поэтому название вполне себе анатомически корректное. Эти железы имеют внешний слой. Средний такой слой и самый внутренний. То есть вот то, что совсем снаружи – это соединительная ткань капсулы надпочечника. Затем, соответственно, идёт кора надпочечников, а в серединке – мозговое вещество. Вот мозговое вещество и кора надпочечников синтезируют совершенно разные гормоны. Корковый слой вырабатывает так называемые гормоны стероиды. Это гормоны жирорастворимые, нерастворимые в воде, которые могут проникать через мембраны клеток и регулировать долгосрочный обмен веществ. То есть это гормоны долгосрочного эффекта, не быстрого ответа. В клубочковом слое синтезируются минералкортикоиды, которые регулируют водно-солевой обмен, то есть обмен минеральных веществ. Чем больше выделяется этих гормонов, тем больше натрия и хлора сохраняется в организме. Если натрия и хлора в организме слишком много, то синтез этих гормонов сокращается. В пучковом слое имеются глюкокортикоиды. Это гормоны, которые регулируют обмен, как вы догадываетесь по слову глюка, не галлюцинаций, а сахаров. В частности глюкозы регулируют углеводный и белковый обмен. В том числе глюкокортикоиды влияют на синтез глюкозы заново. Наш организм может при нехватке съеденной глюкозы синтезировать глюкозу заново из собственных органических веществ. Если вы сильно голодаете и у вас нехватка сахара в крови, то можно начать расщеплять собственные жиры, а потом и собственные белки и синтезировать глюкозу для того, чтобы работал мозг, сердце и другие важные органы. Таким образом человек худеет. Соответственно, нарушения работы надпочечников могут привести и к тому, что человек не может похудеть, и к тому, что он наоборот излишне худует. Глюкокортикоиды регулируют синтез и распад органических веществ, углеводный обмен. Кроме того, глюкокортикоиды, поскольку они стимулируют образование углеводов, а не образование белков, они уменьшают образование антитела. Антитела всегда белки. И подавляют таким образом воспалительные реакции. Поэтому иногда эти гормоны применяют в качестве лекарств, кортизол, например, и другие, для того, чтобы острые воспалительные реакции, которые человека мучают, особенно аутоиммунные заболевания, подавить. В сетчатом слое вырабатываются половые стероиды, половые гормоны, которые контролируют развитие вторичных половых признаков. Андрогены и эстрогены. Но довольно слабые. Главные андрогены и эстрогены вырабатываются у нас половыми железами. И отвечают за то, мужчина будет развиваться или женщина. Но у надпочечников тоже есть такой функционал. Поэтому при заболеваниях надпочечников может нарушаться баланс половых гормонов тоже. И развитие по мужскому или женскому типу. На всякий случай напомню, что такое первичные и вторичные половые признаки. Первичные половые признаки – это анатомические особенности, с которыми человек рождается, они еще эмбрионально развиваются. Это, например, строение гениталий. Когда рождается ребенок, он уже мальчик или девочка. У него либо сформировались яичники, матка, лагалища и половые губы, тогда это девочка. Либо нет матки, нет яичников в полости тела, а есть яички и половой член. Это первичные половые признаки. Они развиваются под влиянием включения разных генов еще эмбриона. В зависимости от того, какой у него набор хромосом. А вторичные половые признаки – это те признаки, которые развиваются в процессе полового созревания под влиянием гормонов. У мужчин начинает расти борода, у женщин нет. У женщин начинает расти грудь, у мужчин нет. Волосы, которые вырастают под мышками, на лобке, на конечностях в большей степени гуще начинают расти. Пропорции тела, у мужчин плечи шире, таз уже, у женщин наоборот. Вот эти нюансы, они складываются под влиянием половых гормонов только в процессе полового созревания. То есть у маленьких девочек и мальчиков они не выражены. И вот эти признаки, которые развиваются с возрастом, называются вторичные половые признаки. Дополнительный иммунитет подразумевает, что вам вводят антитела. Эти антитела связываются с тем, к чему они подходят. И то, с чем они связались, клетки фагоциты начинают убивать. Соответственно, это нужно только если у человека собственный иммунитет ослаблен. К сожалению, если у человека просто ослаблен иммунитет, то ему можно вводить какие-то иммуномодуляторы, которые будут усиливать его иммунитет. Но бывают ситуации, когда наоборот нужно иммунитет снизить. Довольно часто иммунитет хочет прореагировать на что-то. Например, при химиотерапии рака, при пересадке органов, при каких-то нарушениях иммунитета, аутоиммунных заболеваниях, аллергиях. Надо снизить иммунный ответ. Когда человеку колет не иммунитет, нельзя сказать колет иммунитет, не антитела, не сыворотки, а как раз наоборот. Вводят препараты, которые снижают иммунный ответ. Это хорошо для того, чтобы пересаженный орган прижился, для того, чтобы человек не чувствовал себя плохо из-за аутоиммунного заболевания и аллергии. Но это снижает его сопротивляемость инфекциям. Это такая сложная история. То есть человеку после пересадки органов или терапии рака, когда он на иммуносупрессорах, нужно стараться держать так, чтобы он не столкнулся с инфекциями, потому что он может с ними не справиться. Аксоиммунитет такая штука, палка о двух концах. Если кора надпочечников, которая выделяет вот эти все разные стероиды для регуляции обмена, недостаточно функционирует, возникает недостаточность коры надпочечников, развивается характерная болезнь, которая связана со снижением обмена веществ. Ее называют еще бронзовой болезнью, потому что накапливаются метаболиты, и кожа приобретает такой специфический землисто-золотистый бронзовый оттенок. Не теплого загара, а именно вот такой неестественный, чуть-чуть действительно бронзовый, как будто светящийся. Поскольку это нарушение обмена веществ, его снижение, то у людей с одессоновой болезнью возникает мышечная слабость, повышенная утомляемость. Но при этом они не полнеют, а худеют, потому что у них как раз снижается процесс синтеза своих веществ. К сожалению, недостаточность коры надпочечников довольно неприятная вещь, но стероиды – это те гормоны, которые достаточно легко принимать. Их производят, их выделяют довольно успешно и синтезируют. Это не белковые гормоны, они не очень сложные, их синтезировать проще. Мозговое вещество надпочечников, то есть вот их серединка, выделяет ровно наоборот гормоны быстрого ответа. Это адреналин и норадреналин. Это маленькие молекулы, но производные аминокислот, а не стероиды. Они не проходят через мембрану. При этом они выделяются при стрессе, в том числе при сильных эмоциях. Адреналин должен мобилизовать организм, для того, чтобы мы переключились в симпатический режим и функционировали с максимальной затратой энергии. Симпатика стимулирует выделение адреналина, а адреналин поддерживает действие симпатических нервов. Адреналин здесь на картинке самый нижний. Норадреналин, его предшественник. То есть вы видите, что если вот сюда прицепить метильный остаток CH3, то получится адреналин. То есть адреналин можно синтезировать из норадреналина. При этом у них тоже есть свои предшественники. Самое первое в этом ряду – аминокислота фенилаланин. Если к ней добавить OH-группу, получится аминокислота тирозин. Если к ней добавить еще одну OH-группу, получится дигидроксифенилаланин. Редкий, достаточно промежуточный момент. Но это важный нейромедиатор ДОПА. Этой штукой лечат нейродегенеративные заболевания. Если вот этот откислотный остаток убрать, то получится дофамин. Важнейший нейромедиатор. Если у этого дофамина добавить к нему еще одну OH-группу вот сюда, получится норадреналин. Если еще сюда метильный остаток – адреналин. То есть тут вы видите, на самом деле, какое большое количество веществ в организме являются производными друг друга. И при этом оказывают в достаточной степени разное влияние, используются в разных системах. Соответственно, достаточно активировать какой-нибудь ген, который будет совершать вот эту реакцию при соединении какой-то группы. И у нас изменится, собственно, картина происходящего. Адреналин, как вы помните, должен действовать на стресс, как симпатическая нервная система. Он расширяет сосуды сердца, мозга и мышц, потому что логика тут должна быть такая. Когда адреналин запускает реакции, когда нам нужно что-то делать, стресс означает, что перед нами стоит задача. Это может быть задача как пугающая, потому что у многих стресс ассоциируется с чем-то плохим. Собственно, состояние стресса – это как раз неплохо. Для состояния, когда ты не можешь справиться с воздействием внешней следы, есть другое слово – дистресс. А стресс означает, что что-то в мире произошло, что вывело тебя из гомеостаза, из комфортного состояния нормального, и твой организм что-то делает, чтобы вернуться в нормальное состояние. Вот стресс подразумевает, что организм делает нечто, чтобы вернуться. Если за вами гонится крокодил и вас хочет съесть, то ваш организм должен от него убежать, залезть на скалу, что-нибудь такое. И если он это успешно делает, то это хорошо, это нормально. Если вам нужно решать сложную задачку на контрольной, то вы собираетесь, думаете, решаете ее, и все хорошо, это нормально. Даже какие-то вещи, которые мы в культуре ассоциируем с приятным, например, вы идете на свидание с молодым человеком или девушкой, в зависимости от того, какого пола. Пойти на свидание с человеком, который тебе нравится, неизвестно, нравишься ли еще ты ему. Даже если ты ему нравишься, то все равно это тоже все не просто так. В природе это действие, надо создавать семью, ячейку общества и размножаться. Это тоже стресс. Хотя он положительный, но в этом месте ты должен не лечь и заснуть, а действовать. Поэтому любое дело и любое действие, любые затраты энергии, мышечные усилия, умственные усилия – это, собственно, работа стрессорных механизмов. Обратное состояние – это когда мы запасаем энергию. Вот нам сейчас ничего не надо делать, не решать задачу, не бежать в марафон, не в страшной ситуации убегать от врага или драться, не в хорошей ситуации заботиться о детях или встречаться с любимым. А можно вот сейчас поесть и лечь, переварить это и запасти на случай, когда нужно будет совершать работу. Вот это противоположное состояние, в котором активируется парасимпатическая система, о которой мы с вами будем позже говорить. И вот адреналин отвечает за мобилизацию. Когда мы что-то должны сделать, нам нужно хорошо соображать, поэтому сосуды мозга расширяются, чтобы мозг получил максимум кислорода и глюкозы. Нам нужно совершать, наверное, действие, двигаться, поэтому скелетные мышцы получат тоже максимум крови, расширятся сосуды. Для того, чтобы обеспечивать мозг и мышцы кровью, кислородом в том числе, надо сердцу сильнее забиться под адреналином, сердце бьется сильнее, расширяются сосуды сердца. А вот пищеварительная система, кожа, почки и прочее другое, они нам срочно не нужны. Они не думают, не бегут, поэтому их работу как раз можно приостановить. Сосуды кожи, кишечника сужаются, работа сердца усиливается, дыхание учащается, гликоген распадается, выводится в кровь. То есть нужно сделать все, чтобы мы могли энергию потратить на некую работу. Когда адреналина не будет, мы наоборот успокоимся и сможем энергию запасать. Поэтому надо помнить, что когда адреналина вырабатывается много, те системы, которые активируются в состоянии покоя, в первую очередь пищеварительная система, они будут работать хуже. Поэтому и говорят, что не надо есть, испытывая стресс. Пищеварительная система будет плохо работать. Предшественник адреналина, норадреналин выбрасывается в меньших количествах, но он сужает все сосуды, важнее его роль как нейромедиатора симпатической системы. Но мы к этому вернемся, когда будем говорить про нервную систему. Теперь мы с вами можем переходить к одной из важнейших и известнейших из-за своих патологий желез организма, которая уже является не эндокринной железой. У нас с вами осталось два вида желез, которые являются железами смешанной секреции. Это поджелудочная железа и половые железы. Поджелудочная железа, смешанная секрецией железа, потому что у нее есть экзокринная функция. Она выделяет всеразличные ферменты пищеварительные, пищеварительный сок в смеси через протоки в полость кишечника. Вот у нас 12-перстная кишка, она тут как бы разрезана и вскрыта. Вот на этой анатомической картинке, как бы сделали надрез на ней и внутрь заглянули 12-перстной кишки. Вот в 12-перстную кишку впадает, вот тут видно отверстие, проток поджелудочной железы и еще один проток поджелудочной железы. И по этим протокам туда попадает то, что называется панкреатический сок. Поджелудочная железа по латыни панкреас. Поэтому, напоминаю, любое заболевание воспалительное кончается у нас на ИТ, а начинается на название своего органа. Да, в принципе, на любых тренировках адреналин вырабатывается, но в таких средних количествах. То есть, конечно, если реакция рассчитана на то, что вам нужно будет совершить сверхусилие, например, на выступлении, адреналина вырабатывается больше, и вы можете его почувствовать. Кстати, раз уж все-таки спросил Максим, прежде чем мы дальше продолжим про поджелудочную, важно понимать, что главная цель адреналина – это помочь вам активизировать все органы и совершить действия. Самая грустная история, ну, чтобы поджелудочная нам не мешала, вернемся чуть-чуть обратно, когда мы испытываем… Почему стресс в нашей жизни часто ругательство? И кажется, что его не надо никогда испытывать. На самом деле надо, это неправильно. Без стрессорных механизмов вы вообще работать не будете, просто будет такой мешок жиреющий на диване, едящий. Но надо понимать, что стресс рассчитан на какое-то действие. В этом смысле даже, может быть, вы слышали, потому что сейчас много таких популярных психологических сайтов выражения реакции «бей или беги». Во многих случаях стресс рассчитан на то, что вы совершите действие. Либо, если это в ваших силах какое-то активное агрессивное действие, либо даже спасетесь бегством, но вы потратите энергию. То есть адреналин выбросился, чтобы тратить энергию. Он хорошо метаболизируется клетками в случае, если вы успешно эту энергию тратите. Когда вы ее не тратите, то есть вы испытываете стресс, но ничего не можете сделать. Например, на вас кто-нибудь кричит, нападает. Если вы убежите, то адреналин метаболизируется успешно. Если вы подеретесь тоже. А если вы будете стоять, беситься и молчать, то метаболизируется он будет медленней. И вы будете испытывать дискомфорт от вот этих реакций расширения сосудов. То, что называется выражениями «мне кровь в голову бросилась, ударила». То есть вы будете прямо ощущать все эти эффекты и при этом не совершать действия, на которые они рассчитаны. И от этого возникнут неприятные ощущения. Поэтому как раз опасным считается, когда человек часто оказывается в ситуации стресса и ничего не может предпринять. Ну, например, действительно там на него часто кричат или он часто пугается и ничего при этом не может сделать. Просто боится, психует. Почему это плохо? Потому что, напоминаю, все эти расширения сосудов, ускорения работы сердца. Это в целом неплохие, если это не происходит вот без сброса энергии впустую. Потому что тогда и сердце, и сосуды могут испытывать перегрузки. И такой человек становится более подвержен инфарктам, инсультам, повышению давления, гипертонии, да? Впрочем, таким неприятным вещам. У него на ровном месте часто отсутствуют прилип крови к пищеварительной системе. Можно на то, что называется, на нервной почве нажить какое-нибудь воспаление желудка, да? Не настоящий гастрит, который вызывается бактериями, а такие проблемы с болями в желудке или еще что-нибудь. То есть организм, не реализуя реакции стресса, он испытывает повышенную нагрузку и изнашивается. Поэтому, если вы с кем-то очень поругались, или вас что-то очень напугало, и ничего вы при этом не сделали, да? Или там вы контрольную завалили, ничего не знали, получили не тот вопрос. И вот вы прямо ощущаете, что чувствуете себя плохо от этого переизбытка адреналина. Весь такой взвинченный и нервный. Самое простое, что можно сделать, если у вас есть такая возможность, конечно, если вы в костюме на переговорах перед начальником, то ничего делать нельзя. А если у вас такая возможность есть, вы там с кем-то поругались и пошли к себе в комнату, да? То самое простое и лучшее, что можно сделать, чтобы это ощущение нивелировать и не перегружать сердечно-сосудистую систему, это совершить физические действия. Отжаться, пробежаться, совершить какую-то работу. То есть реальный перевод этого настроя на затраты энергии, на затрату энергии, то есть на большое количество мышечных усилий, очень хорошо снижает вот это негативное стрессорное влияние. Поэтому на любых тренировках, которые вас не особо нервируют, соревнования в этом смысле вещь более нагрузочная. А если это просто тренировка, это как раз хороший способ то, что называется сбрасывать стресс. В смысле расходовать вот эту энергию, которую организм старательно мобилизует, в каких-то, условно говоря, мирных целях, да? Поэтому если действительно вот вы человек лично такой подверженный резким каким-то мощным реакциям на страх или гнев, или какие-то другие эмоции, вы прям чувствуете, поругавшись или испугавшись себя, нехорошо, то самое простое, что вы можете сделать, это не совершить какое-то, это совершать какие-то движения физические. Да, многие люди совершают эти движения излишне резко, там, не знаю, бьют стену или что-нибудь в этом роде. Это сброс. Другое дело, что стена твердая, в нее можно там кулаки повредить. В этом смысле эффективнее побить подушку или грушу какую-нибудь боксерскую. Но бить совершенно необязательно. По большому счету, вашему организму будет сравнительно все равно, как сбросить этот стресс, если вы вместо этого там наколите дров или помоете полы, тоже, в принципе, сработает неплохо. Ну или просто отожметесь 10 раз, если умеете, или подтянетесь, или еще что-нибудь, там, стресс покачаете. Короче говоря, стресс можно переводить с пользой для себя в физические упражнения, что я вам предстоятельно рекомендую. Возвращаясь к поджелудочной. Пробежаться, особенно по улице, очень хорошо снимает адреналиновый такой перегруз. Но само по себе это не есть плохо. Организм должен мобилизоваться. Вас природа создавала не для того, чтобы лежать на диване, а как раз для того, чтобы совершать различные действия. Возвращаясь к поджелудочной железе, значит, вот тут нарисованы, как бы, ее срез в микроскоп. И вот тут такие розовенькие дольки. Много таких розовеньких долек, видите? Панкреатические дольки. Панкреас, поджелудочная железа, соответственно, панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Вот тут в серединке у каждой такой дольки проток. Эти клетки выделяют ферменты, и по этим протокам все это собирается в главный проток и выводится в кишечник. Это экзокринная функция. То есть внешняя секреция по протокам, секреты выделятся в полость просвета кишечника. Но между этими дольками в поджелудочной железе встроены так называемые островкилом герганса, в честь человека, который их описал, анатома, да, физиолога. Это участки клеток, у которых нет протоков, но они оплетены густой капиллярной сетью. И, соответственно, секреция этих клеток, секрет этих клеток, гормоны попадают в кровь и никуда не вытекают ни по какому протоку. Тут разными цветами внутри этого островка обозначены разные клетки. Желтые бета-клетки, их больше всего. Розовые альфа-клетки и голубые дельта-клетки. Вот эта вся штуковина выделяет три гормона. Один из них знает весь мир, два других обычно почти никто не знает. Это гормоны глюкогон, инсулин и соматостатин. И разные клетки выделяют разные гормоны. Соматостатин начнём с наименее известного. Сома тела, статика, неизменность. Соматостатин подаёт сигнал гипоталамусу снизить релизер, то есть либерин для соматотропина. Соматостатин говорит, не надо расти, дорогой гипофиз, не командуй нам выделять гормон роста. И, соответственно, соматостатин снижает таким способом, подействовав на гипоталамус, секрецию соматотропного гормона гипофиза, передней доли гипофиза. И тиреотропного тоже. То есть соматостатин говорит, в буквальном смысле у нас с телом тут всё в порядке, расти не надо, ускорять обмен веществ не надо, нормально всё, уже мы большие выросли. Кроме того, он будет понижать секрецию инсулина и глюкогона, и гастрина, гормона желудка, холецистокенина, гормона, который регулирует выделение желчи из желчного пузыря. То есть, грубо говоря, он будет снижать процессы усвоения пищи. То есть, грубо говоря, самотостатин говорит, у нас всё есть. Мы накормленные, большие, мы не растём, не совершаем подвигов, не ускоряем обман веществ и так далее. Его используют как лекарство в случае, если у человека развивается акромегалия или гипофизарная акселерация. То есть, если соматотропного гормона, гормона роста слишком много, помните, а, мы, по-моему, кстати, с вами не обсудили этот простой нюанс, что если какого-то гормона очень мало, это меньшая проблема, чем если какого-то гормона очень много. Потому что если гормона очень мало, может быть, мы можем его добавить в таблеточках, в уколах, как-то ещё. А если гормона очень много, то как нам его убрать? Ну вот со щитовидкой можно её отрезать, кусок щитовидки удалить, а иногда даже там почти всю. Гипофиз удалить невозможно, он в мозгу. И это важнейшая железа, которая делает сразу множество вещей. То есть, просто такая опция не существует. Соответственно, если у нас соматотропного гормона не хватает, человек-карлик, растёт ребёнок-карликом, можно ему добавить этого соматотропного гормона? Ну, правда, мы с вами говорили, что только если его очень сильно не хватает, потому что его дозировки микроскопические, поэтому его можно добавлять только при реальной карликовости. А если его слишком много, как сделать так, чтобы не получилось? Вот это вот, помните, мы в прошлый раз говорили, устрашающая картинка, да, вот, сакромегалией, когда у человека из-за избытка гормона роста такая страшная история. Нет, к сожалению, мне кажется, я в прошлый раз говорила, что соматотропного гормона дозировка настолько тонкая, что на текущий момент не в силах фармакологической, медицинской индустрии добавить его такое количество, чтобы вы просто подросли на 10 сантиметров. Если его добавить нормальному человеку, будет вот это вот, то, что сейчас на слайде. Может быть, когда-нибудь эти дозировки научатся контролировать тоньше, на текущий момент терапию соматотропином, то есть дополнительный гормон роста назначают только при тяжелой карликовости гипофизарной. Причем при тяжелой. То есть если ребенок, там, например, у него раннее половое созревание, и выясняется, что он там ростом метр шестьдесят пять, мальчик какой-нибудь, да, никто не назначит ему сейчас, при современных медицинских достижениях, никто ему не назначит соматотропин, потому что даже самые маленькие его доступные дозировки фармакологические сделают из этого мальчика сразу вот, что нездоровые метр девяносто с патологиями, да, только при карликовости, когда ребенок рискует остаться там метр десять, метр тридцать, да, метр двадцать, вот тогда назначают гормональную терапию. Обратная история, если диагноз поставлен, то есть вот этому человеку, например, вовремя не поставили диагноз атромегалия, а если выяснено, что гормон роста слишком много выделяется, вот успели взять анализы, и у человека, который как-то уже диспропорционально растет, и говорит, о боже, у этого человека очень много гормона роста. Вот как раз в этом случае, сейчас перелесну обратно, да, нам может помочь соматостатин. Его применяют как лекарство для того, чтобы ингибировать выброс гормона роста. Соответственно, атромегалию так можно лечить. Кроме того, гормон роста в небольших количествах может способствовать росту частей тела непропорционально, а просто каким-то ростовым процессам. И у людей, у которых развиваются опухоли, происходит вот местами локальный рост, его тоже нужно подавлять. Соответственно, соматостатин позволяет также снижать скорость роста опухолей, потому что расти назад, к сожалению, не представляется возможным. То есть меньше человек, безусловно, не станет. А вот приостановить патологические процессы вот этого диспропорционального роста можно. То есть снизить количество соматотропного гормона, которого слишком много, соматостатин может помочь. Другое дело, что все-таки на всякий случай, говорю вам, звучит просто. На наш организм очень сложная система. Видите, как много гормонов одновременно в нем синтезируется. Поэтому ни с опухолями, ни с такими вот процессами в большинстве случаев врач не дадут вам гарантии, что лично, конкретно ваш организм отработает все простенько и аккуратненько. Но такие способы терапии есть, и в большинстве случаев они успешно работают. Теперь, что касается выделяемых альфа- и бета-клетками гормонов. То были дельта-клетки у нас, да? Альфа-клетки, видите, больше всего каких клеток на этой картинке? Вот в одном таком островке Лангерганца больше всего каких клеток? Желтых, розовых или голубых? Ау, меня вообще слышно? Это был вопрос. Каких клеток в этом островке Лангерганца больше всего? Бета, совершенно верно, потому что это клетки, отвечающие за синтез инсулина. Значит, синтез инсулина получается самая мощная функция. То есть, аматостатина и глюкогона островке Лангерганца вырабатывают меньше. Что же такое глюкогон? Глюкогон – это гормон, который повышает уровень сахара в крови. Он приводит к тому, что в нашей печени и мышцах, и вообще других клетках, в которых его меньше, расщепляется запас глюкозы. Глюкоза у нас складируется в виде полимера, гликогена. Да, одна глюкоза пришивается. Другой, третий, четвертый, пятый, десятый, сотый. Получается полимер для хранения, гликоген. Больше всего его в печени и в мышцах, ну и в других клетках он может накапливаться. И он там лежит про запас. Либо для анаэробной нагрузки, если очень много понадобится глюкоза, там мышцы, чтобы штангу рвануть, например, столько кислорода сразу не надышишь. Либо на случай, если мы не поели, а работать-то надо. Соответственно, глюкогон, он гонит не глюки, не галлюцинации, а глюкозу он гонит в кровь. То есть он приводит к тому, он говорит клеткам, расщепляем гликоген. Гликогенолиз, это визис расщепления гликогена. Мы его расщепляем, получаются глюкозы, а эти глюкозы выделяете в кровь. Зачем это нужно? Если у нас нет еды, вот мы сейчас не поели, а работать надо. То есть организм сейчас голодный, а и мозгу, и мышцам всему нужно совершать какую-то работу, то глюкогон может этот упавший сахар крови, вот у нас в крови дефицит сахара, ужас, нужно его поднять. Соответственно, глюкогон будет сахар крови повышать за счет наших внутренних запасов. Это процесс не бесконечный, потому что не бесконечны наши внутренние запасы. То есть рано или поздно такой истощенный человек погибнет от голода, но мы с вами, как правило, скорее всего, люди не истощенные, и у нас такие запасы есть. Надо понимать, что очень многие гормоны делают то же самое. Адреналин, который тоже говорит, ага, мы сейчас будем работать, нам срочно нужно много глюкозы в крови, потому что наш мозг и мышцы сейчас ее потребят. Адреналин тоже говорит клеткам, командует, выделяем глюкозу в кровь, сейчас понадобится. Тироксин, гормон щитаидной железы, который ускоряет метаболизм, процессы окисления, помимо того, что он говорит клеткам, быстро окисляем глюкозу, производим ЭТФ, он, кроме того, говорит клеткам, а гликоген, пожалуйста, расщепляем, чтобы была глюкоза, выводим ее в кровь. То есть получается, что многие гормоны повышают сахар крови. Бета-клетки синтезируют инсулин, который делает ровно обратное. Инсулин активирует ферменты, под влиянием которых глюкоза из крови происходит в клетки, переходит в клетки печени и мышц, и там синтезируется гликоген, то есть запасы. Инсулин говорит клеткам забрать глюкозу и складировать про запас. Если инсулина не хватает, а сахара в крови много, возникает заболевание, которое называется сахарный диабет. И нехватка сахара в крови, и его избыток очень вредны клеткам мозга и всем остальным клеткам тела. Сахара должно быть совершенно строгое количество, обеспечивающее нормальное его поникновение в клетки использования. Соответственно, сахарный диабет означает, что избыток глюкозы не может превращаться в гликоген, и в крови слишком много сахара. В таком случае, вспоминаем выделительную систему, если в крови слишком много сахара, почки перестают всасывать глюкозу обратно, и сахар оказывается в моче. Тогда человек вместо полутора литров мочи в сутки выводит четыре, пять, шесть литров мочи в сутки. Ему нужно гораздо больше пить. Но, к сожалению, даже этого недостаточно. Если бы все было так просто, человек просто много-много писал и все, к сожалению, сахар крови у диабетика понижается не полностью до нормальных показателей. И разные его клетки, органы и системы из-за этой ненормальной концентрации сахара начинают страдать. Соответственно, диабет может быть обусловлен двумя причинами. То есть диабет означает, что у нас мало инсулина. Нет, не так. Диабет означает, что у нас много сахара в крови. Диабет первого типа это история про островки Лангерганца, на которые возникает чаще всего аутоиммунная реакция. Иногда это бывает следствием перенесенных инфекционных заболеваний, иногда еще чего-то. К этому есть генетическая предрасположенность. Но диабет первого типа означает, что бета-клетки атакуются иммунной системой, уничтожаются, и инсулина просто в системе нет. Ну или его слишком мало. Когда-то это была смертельная история, а сейчас это скорее хороший вариант. Потому что сейчас мы умеем делать рекомбинантный инсулин, и его можно все время колоть. Раньше это было сложно, потому что человеку нужно было там каждые два часа брать шприц и делать себе укол. Но мы живем в современном технологичном мире, существуют уже инсулиновые помпы, такие маленькие машинки, которые крепятся где-нибудь на кожу и сами автоматически там каждые несколько минут делают тебе микроинъекции инсулина. Диабет первого типа хорошо стабилизируется при помощи регулярного введения инсулина. А вот диабет второго типа это более грустная история, потому что при диабете второго типа инсулин есть, бета-клетки есть, но клетки тела снижают свою чувствительность к инсулину. То есть инсулин в крови высокий, но клетки тела не понимают команду и не убирают глюкозу из крови. И вот тут никакая инъекция инсулина не помогает. Вот тут необходимо строго по часам питаться, соблюдая диету безглюкозную. Вот в этом случае люди покупают продукты с фруктозой, какие-то специальные продукты. Очень соблюдать режим всех физических нагрузок. К сожалению, диабет второго типа чаще развивается как индуцированный диабет. То есть из-за того, что ты очень много неправильно питался, что происходит? Если вы все время едите в 10 раз больше, чем надо. И уровень сахара в крови у вас все время в 10 раз больше, чем надо. Поджелудочная железа стремится выработать как можно больше инсулина. У вас все время инсулин в 10, ну не в 10, там не пропорционально, но в общем много больше, чем надо. Когда в системе все время много больше инсулина, чем надо, клетки перестают на него так бурно реагировать. Всю жизнь. То есть, грубо говоря, мы можем довести поджелудочную, что она перетрудится и перестанет вырабатывать инсулин или доконает клетки своим инсулином так, что они перестанут на него обращать внимание. Именно поэтому говорят, и это правильно, про некоторые виды диабета, про диабет первого типа трудно его нажить, но когда говорят, что ты все время ешь 5 кг конфет в день и диабет наживешь, это справедливо, можно получить приобретенный диабет, доконав свою систему вот этого баланса. К сожалению, как вы видите, инсулин один в поле воин. Куча разных гормонов стремится повысить сахар крови и один только инсулин стремится понизить сахар крови. Соответственно, поэтому поджелудочную железу надо беречь. У нее есть свои сахарочувствительные рецепторы, поэтому она сама повышает концентрацию инсулина, когда сахар повышается. Когда мы поели и парасимфатика включается, то есть не стресс тоже стимулирует секрецию инсулина, под стрессом инсулин выделяется хуже. Опять же, поэтому когда мы постоянно едим в состоянии стресса, мы тоже рискуем в этом смысле, что у нас будет слишком много сахара в крови. Но, к сожалению, при диабете второго типа режим приходится соблюдать всю жизнь. Это, скорее всего, не пройдет. Последнее, что нам осталось из желез, это тимус и половые железы. В деталях мы сегодня про половые железы говорить не будем по одной простой причине, потому что, когда мы будем обсуждать половую систему, вот тогда мы к ним вернемся во всех деталях. Половые железы смешаны секрецией, потому что и мужские, и женские половые железы через протоки, это семипроводы или маточные трубы, яйцеводы, выводят половые клетки. В конце концов, половые клетки выходят наружу. У мужчин они выходят наружу практически сразу, у женщин они там по дороге оплодотворяются и 9 месяцев ребенок растет, но в итоге все равно продукт половых желез в этом смысле окажется снаружи. Это экзокринная функция. Но кроме того, в ткани половых желез есть клетки, которые производят гормоны. Половые железы мужские это семенники или яички и кроме того, еще набор придаточных желез. То есть, собственно, гонады, которые производят половые клетки, это только яички. Но есть еще предстательная железа простата, собственно, семенные пузырьки, которые по дороге дополняют вот эту жидкость, в которой плавают сперматозоиды важными веществами. И еще бульбулитральная железа, или куперевая железа, которая тоже дополняет эту жидкость. То есть, вот эта жидкость, в которой будут плавать сперматозоиды, она имеет довольно сложный состав, чтобы они максимально были жизнеспособными. Целых три железы, ну, точнее, парные семенные пузырьки, непарная простата и непарная куперевая железа, вырабатывают дополнительные вещества. Собственно, к строению семенников мы еще с вами вернемся, но надо понимать, что гонады вырабатывают половые гормоны. Вот этот страшный эксперимент на курах, он показывает, как важна эта роль гормонов в вторичных половых признаках, в том числе в способности производить яйцеклетки и сперматозоиды. Вот все знают, наверное, как выглядит петух, у него выраженные вторичные половые признаки, гребень, борода, хвост и курица. Если удалить половые железы петуху и курицы, у них они внутри тела, их можно хирургически удалить, то и петух, и курица будут выглядеть примерно одинаково. А если причем так курица будет перекурицей, то есть у нее будет больше хвост, она будет покрупнее, чем курицей, то есть она будет ненормальной, неженственной курицей, а петух будет наоборот недопетухом, примерно похожая конструкция. А если пересадить половые железы, куриные петуху, петушиные курицы, реально поменять пол качественно у взрослых птиц не получится, так, чтобы прямо яйца нести, но гормоны вырабатываться будут и в кровь они попадать будут и под влиянием этих гормонов петух становится похож на курицу, а курица, хотя не успевает уже вырасти, становится похожа на петуха. То есть гормоны оказывают довольно большое влияние на развитие половых приводов. В мужских половых железах эндокринные лейдиговые клетки вырабатывают тестостерон, андростерон и небольшое количество эстрогенов. В женской половой системе гонады это яичники, их главная задача конечно вырабатывать яйцеклетки, но кроме того в них образуются и гормоны тоже. Под влиянием гормонов гипофиза созревают яйцеклетки, на месте вышедшей яйцеклетки образуется такое сокопление клеток, которое само вырабатывает гормоны, желтое тело, которое синтезирует гормоны, и прогестерон, который для беременности, и эстроген, а потом уже гормон специальный, для того, чтобы беременность наступила, должен вырабатывать не организм женщины, а сам зародыш. Зародыш, если внедрился в стенку матки, вырабатывает хорионический гонад тропин, который поддерживает и усиливает работу желтого тела. К этому мы вернемся, когда будем обсуждать размножение человека. Последняя железа, которую мы не упомянули, и это железа эндокринная, потому что протоков у нее нет, это тимус, но большая часть тимуса занята созревающими Т-лимфоцитами, поэтому в ней такими черненькими клепочками нарисованы эндокринные участки. В этих эндокринных участках образуется несколько гормонов белковых, которые регулируют разные вещи. Тимозин, гормон тимуса, регулирует тоже обмен углеводов и кальция. Самый главный лимфоцит, стимулирующий гормон тимуса, стимулирует развитие лимфоцитов, то есть тимус регулирует то, чтобы иммунитет вообще работал, чтобы новые лимфоциты, а лимфоциты все время погибают, производились. То есть по большому счету для того, чтобы лимфоциты созревали, нужно, чтобы была энергия, поэтому тимус влияет на обмен углеводов и кальция, но главная его задача это собственно стимулировать иммунные клетки к созреванию. Поэтому тимус это в первую очередь орган иммунной системы, другое дело, чтобы у него известно, какие именно гормоны он вырабатывает. На сегодня тогда все. К гормонам половым мы вернемся, мы их проскакали с такой скоростью, потому что их корректнее обсуждать, обсуждая, как работает половая система. В следующий раз мы тогда уже перейдем с вами к нервной системе. и будем обсуждать, как устроена она, как она работает, потом к органам чувств, ну и потом, наконец, к репродукции и развитию нового человека со всеми этими системами. Если есть вопросы, задавайте, если нет, давайте прощаться. субтитры 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 субтитры